Всем привет! С вами снова Олег и сегодня мы с вами поговорим про камеру и объектив для бьюти-блогера. Поступил вопрос, какую камеру взять для того, чтобы снимать бьюти-блог. И давайте я зачитаю вопрос и попробую на него ответить. Мэриан Джесс пишет. Пожалуйста, поставьте камеру и объектив для бьюти-блогеров. Если взять 200D и 50 мм 1.8, но будет стоять на 3 метра от меня, кроп 50-50 мм неудобно, когда так далеко камера. Тогда и поворотный экран не нужен, если так далеко камеру придется ставить. Отличный вопрос и очень-очень правильный вопрос. Мое мнение такое. Берем Canon 200D с поворотным экраном, берем к ней петлю от боя, например, боя M1 или можно аудиотехнику от R3350. И покупаем к этому всему объектив-блинчик Canon 24 мм f2.8. В настоящий момент у меня эта камера стоит с расстояния где-то чуть больше вытянутой руки, наверное, метр-метр десять. И качество картинки меня с этой камеры и с этого объектива более чем устраивает. Автофокус работает. Поворотный экран при желании я вижу, что происходит во время кадра. Все здесь есть. Единственное, чего, наверное, нету, это мониторинга звука. То есть я не слышу, что там происходит со звуком сейчас. Но для этого я перед съемкой ролика просто делаю тестовую запись, короткую тестовую запись, чтобы удостовериться, что все работает нормально. В 50 мм объектив очень хорош тем, что он в мясо размуливает задний фон. То, что он дает прекрасную естественную перспективу. Но, как вы сказали, приходится ставить камеру очень далеко от места съемки. То есть минимум 2-3 метра, а может быть 4 метра. Смотря как ты хочешь попасть в кадр. Я рекомендую объектив, который стоит у меня сейчас на камере. Это Canon 24 мм, f2.8. Он умеренно размуливает задний фон. То есть в том случае, когда я поближе сажусь к камере, задний фон немножко размуливается. Можно немножко еще подальше отодвинуться от заднего фона. И тогда боке будет уже приемлемым. Этот объектив хорош тем, что он может снимать с расстояния, сейчас я вот не помню, с какого расстояния, с 16 см. То есть можно будет вот так вот ногти. Допустим, будешь снимать ногти, например. И эта камера сможет фокусироваться на этих ногтях, например. Также этот объектив дает умеренную бочкообразную дисторсию. То есть умеренное искажение пространства будет. В рамках разумного, хорошего цветопередачи. Простой, хороший объектив. Есть еще промежуточный вариант между 24 мм, f2.8 и Canon 50 мм, f1.8. Есть еще 40 мм, f2.8. Его все хвалят, но он тоже длиннофокусный. И в замкнутом пространстве будет тоже, наверное, не очень удобно. Но просто если у тебя есть китовый объектив, выкрыть его на 40 мм. Вы посмотрите, удобно ли тебе будет снимать на него или нет. Но если полотенник не подходит, то 40 мм, наверное, тоже не подойдет. А вот 24 мм, f2.8. Это мой, наверное, самый любимый объектив на зеркалке Canon. Очень меня он устраивает. А в целом, покупая камеру и объектив для бьюти-блога, конечно, я бы обращал внимание именно на марку Canon, потому что она интереснее всего передает скин-тоны, интереснее всего передает цвета среди аналогичных камер с той же ценовой категории. Здесь, ну, вот эта вот оптика от Canon родная, она худо-бедно доступна, автофокус работает. Ну, в общем-то, у меня много роликов было про Canon 200D. Я про все эти достоинства рассказывал. Хорошая камера и хорошая цветопередача. А для бьюти-блога очень важно, чтобы была красивая, сочная картинка. Canon это дает. То есть Canon и красивая, сочная картинка. Это практически знак равенства. Какие-то новые камеры от Sony, они классом повыше и стоят подороже. Возможно, их тоже можно рассмотреть, но это уже совсем другие бюджеты. Вот. Что касается каких-то камер Panasonic, то мне вот всегда вот вопросы к Panasonic по поводу их цветов. Как они передают цвета. По крайней мере, мой Panasonic G7 по скин-тонам, по балансу белого. Меня постоянно вызывают вопросы. Там тоже можно получить красивую картинку, но мне кажется, для бьюти-блога именно камера Canon подойдет лучше. Были также хорошие отзывы на зеркалки Nikon 3500, например. Но я не знаю, я, если честно, в руках не держал, поэтому мне сложно сейчас как бы что-то говорить. Сейчас еще в тренде всякие камеры от Fujifilm, но опять же таки, то, с чем я работал, не могу ни советовать, ни отсоветовать, наоборот. А вот Canon 200D и вот этот 24-мм блинчик вполне меня устраивает. И, в принципе, это хороший вариант для того, чтобы снимать бьюти-блог. Мне кажется, бюджетный, хороший, качественный вариант, который будет исполнять свою функцию. Ну и потом, потом, наверное, не стоит слишком сильно заморачиваться, потому что на какую бы камеру ты не снимал, либо на какую бы камеру вы бы не снимали, все равно вас будут смотреть на YouTube в основном с мобильных телефонов. И там слишком какой-то, слишком навороченная картинка, она, наверное, не будет заметна особо. Поэтому, как бы, зеркалкой Canon и, возможно, без зеркалки Canon, например, есть Canon M50, еще какая-то новая беззеркалка вышла. Возможно, это то, что вам нужно. А на сегодня все. С вами был Олег. Увидимся в новых роликах. Всем до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok